Конечно же, стоит несколько слов сказать о старой, старой, излюбленной, уже излюбленной у нашего народа культуре, это картофель. Ну, конечно, история его, наверное, многим известна. Многие люди слышали о том, что картофель на Руси появился недавно, ну, как культура, которую массово стали, естественно, выращивать, поскольку еще Петр Первый как бы, ну, и чуть раньше еще картошку привозили при Алексея Михайловича. Но вот Петр решил ее внедрить в массы, не получилось, люди не принимали, путали с плодами, думали не корнеплод, а, так сказать, не клубень, это плод, который можно есть, а вот эти зеленые, так сказать, семена, скажем, коробочки с семенами. И поскольку там много, значит, достаточно едких, опасных веществ, не потребляемых в пищу, в принципе, да, то люди некоторые даже отравились, ну, по крайней мере, испытывали легкий дискомфорт и всячески думали, что их собираются отравить, и картошку не принимали. Причем, мало кто знает, что в 1830-40-х годах при Николае Первом даже были крестьянские бунты, то есть, когда их заставляли картошку сажать, они не хотели, и вот буквально были даже бунты. Ее уничтожали, поля отоптали, то есть, ну, собственно, не принимали. И вот буквально только, считайте, вот где-то в середине, ближе к концу даже, вот, 19-го века, и она вошла, стала входить в такую массу. Так что картошку едят у нас на Руси, на самом деле, не так давно. Ну, действительно, теперь современный человек почти не представляет жизни без картошки на столе. Ее варят, жарят, тушат, там, томят и так далее. Ну, сам я картошку не потребляю, потому что вареную, а сырую просто лень, не хочу, хотя она, кстати, сок морковь, вот именно картофельный сок, свежевыжатый, естественно, очень полезен, поскольку, кстати, картошка, мало кто знает, содержит в своем составе из 8 незаменимых аминокислот, да, так называемых незаменимых, слышали, все 8, вот так вот. Поэтому миф о том, что растительные продукты не содержат незаменимых аминокислот, то даже вам скажу, что даже некоторые есть такие растительные продукты, которые в полном составе содержат все незаменимые аминокислоты. Так что это миф очередной, раздутый, так сказать, некоторыми врачами, диетологами, не знающими предмета. Так, значит, картофель вошел в нашу жизнь. Ну, ладно, я его вареный не ем, потому что я сыроед, но люди едят. И я высаживал, выращивал много разных сортов картофеля. Например, дедушка моей жены, один из первых еще выращивал, ну, естественно, в 60-е годы, вот эту синеглазку, который полюбился многим нашим согражданам сорт. Значит, даже с него брали у него еще фермеры, которые вот, когда пошло дело в 90-е годы, еще он был жив, чистую хорошую линию. Ну, в общем, некоторые в Смоленской области еще остались, кто выращивает вот его картошку, именно, значит, чистую хорошую линию. Ну, скажу так, была у меня и есть банановая, так называемая, картошка. Кстати, из Сибири она, такого вот вытянутого, продолговатого, такая тоненькая, достаточно, очень со сладкими вкусовыми характеристиками. Поэтому некоторые ценные сорта мы сохраняем, ну и, собственно, в общем-то, выращиваем, поскольку у меня еще это вид бизнеса, так сказать, вид моего дела, это биопродукты питания, то мы выращиваем еще и на продажу. Так вот, естественно, выращиваем все натуральными природными методами, потому что я сторонник органического натурального земледелия, без применения химии я даже в этом деле перфекционист, многие скажут, чрезмерно серьезно подхожу к вопросу. На самом деле, просто это мои знания заставляют меня подходить серьезно к вопросу. Можно, конечно, и руки не мыть и до туалета, и после, но и человек не умрет сразу. Хотя обязательно будут определенные глисты рано или поздно, и это будет очень вредно для организма, и последствия обязательно будут. Просто человек может не понять, что именно эти болезни, следствие того, что он был заражен гельминтами, а дело всего лишь в соблюдении правил гигиены. Так и здесь, каждая, так сказать, причина рождает определенное следствие. Ну, незнание законов природы тоже не освобождает от ответственности, как и Уголовный кодекс. Поэтому надо знать законы природы, и я пытаюсь и буду пытаться в своих лекциях учить и вас, и многих огородников, даже тех, кто со стажем, вот такими некими, в кавычках, правилами гигиены только в огородной культурной среде. Например, сразу в школе мы коснулись такой темы, скажу, что я не сторонник навоза, потому что через навоз передаются, например, ну, скажем, те же, например, аскориды, другие гельминты, которые, собственно, прилепляясь к зеленой части растения, зелень, а помыть ее так нельзя, чтобы до конца убрать все яйца. Человек заражается, а некоторые коровняк вот этот разводят, в бочках отстаивают и поливают, чуть ли не сверху, ну, гарантированное заражение. А я сторонник биогумуса, то есть того плодородного слоя почвы, самого полученного в результате перегнивания, перепревания, переработки бактериями и грибами почвенными, ну, и, естественно, проходя через пищеварительную систему червя, значит, вот это вот идеальный субстрат биогумус, натуральный, самый лучший плодородный. Плодородный слой почвы. Ему можно создать естественным путем, достаточно быстро, об этом я говорю, говорил и буду говорить постоянно, потому что это самое главное в огородничестве, это основа основ плодородная почва. Значит, говоря о картошке, значит, конечно, любые растения любят плодородную почву, ну, что там говорить, любые. Значит, картошка будет крупнее, клубни может быть больше, если почва плодородна. Но все мы знаем, что с картошкой нужно ухаживать, много раз в год окучивать, подсыпать почву, формировать грядочки, если мы вручную все это делаем, а не трактор идет и все операции выполняет, а потом еще в середине лета несколько раз и осенью собирает. Так вот, все на самом деле не так сложно. Когда-то я побывал в музее усадьбы Коломенская в Москве, и там были еще деревни до недавнего времени сохранившиеся. Ну, собственно, музей есть, где можно увидеть фотографии. Одна деревня специализировалась на капусте, вот такие по пуду капустные кочаны вырастали, другая на картошке. В общем, там сохранились до сих пор орудия труда, как крестьяне еще в 19-м и даже в начале 20-го века сажали эти, так сказать, либо традиционные, либо новые вот эти культуры. И с картошкой делали очень просто. Ничего там не копали, не перекапывали. А по большому счету, говоря уже, знаете, как, если с модернизацией подходить, самый простой способ, чтобы не в поте лица, чтобы просто и получать хорошее урожае, вот как я рекомендую сделать. Значит, у вас есть дерн. Вы осенью в идеале, если уже успели, за лето, за осень, сформировали грядки, накосили травы, очистки, нанесли веточки маленькие, вот все это сформировали гряды. И, собственно, вот этот слой мульчи, соломы у вас лежит. За зиму перепрело, ну, остался какой-то небольшой слой. Но уже корневая система, дерн так называемый, он уже, его фактически нет. Можно руками брать под этой соломой, под этим компостом, так сказать, импровизированным. Почва рыхлая. Был бы дерн, как говорится, лопаты не вскопнешь. Ну, разве что только по ранней весне. А потом невозможно. Так вот здесь почва рыхлая остается. То есть, даже если весной это сделать, к осени увидите, там уже можно руками вот так почву переворачивать. Если, конечно, толстый слой этой мульчи, а не 5 сантиметров. Так, так вот вы картошку просто кладете. Так вот у них был кол. Вот в этом музее Коломенском можно увидеть такой резной кол. Где люди шли, вот так колышком дырочки делали небольшие. Картофелины клали. Фактически верхняя часть картофелинки. Ну, в голодные годы можно было разрезать и пополам картофелину. Хотя лучше брать, на самом деле, не маленькую, а крупную. Одну. Тогда урожай, более крупные клубни образуются. Тут несколько методик существует. Но можно, конечно, разрезать пополам. Но чтобы ничем не заразить, обработайте. Тогда вот так протрите этот срезанный кусок клубня этим золой древесной. Все, положили. Значит, верх торчит у вас. Конечно, нужно сажать только тогда, подержав какое-то время картошку на свету. Она чуть-чуть позеленеет. У нее глазочки начнут прорастать. Вот тогда и сажайте. Значит, сверху накройте этой оставшейся мульчой, не толстым слоем. Ну, а если слой более толстый, то оставьте пока дырочку, не замульченную, голую, вот прямо над картофелем. Диаметром с картофель. Оттуда начнут расти скоро и зеленеть. Пойдет ботва. Она пойдет быстро расти. Тем более, если почва рыхлая и плодородная. Ну, а потом по мере роста будет уже сантиметров 15. Вы сделаете толстенный слой вот этой соломы сверху сена, прижмите свежей травой, нарезаете. Во-первых, кстати, колорадский жул практически пробраться не может. А если что, единички проберутся, вы сможете спокойно руками собрать. Это прям вот тоже плюс большой, да? Во-вторых, создается влажный слой под сеном, под мульчой, под этим слоем органических отходов. И у вас картофель, новый картофельный, формируется между прям слоем земли. Ну, конечно, они и в почве будут формироваться, но и в основном на земле. И вы держите всегда слой 30 сантиметров 40, не меньше вот этой мульчи. И вокруг тоже. То есть чуть шире, чем вы посадили картошку, сантиметров на 40 в каждую сторону. То есть грядки достаточно широкие должны быть. И вот тогда вы уже и раннюю картошку можете как посмотреть? Ну, хотите картошки немного, не надо копать. Вы прям почву, солому вот эту всю подняли прям рукой. И видите, ой, клубни крупные взяли, 1-2 отломили, сколько вам 10-20 надо. Пожалуйста, испекли или там сварили. Ну, а остальное остается так. И по мере того, как слой будет уменьшаться, вот этой самой, так сказать, соломой, либо мульчи другой, вы просто подкладываете, косите траву, подкидываете до того момента, когда урожай надо собирать. Причем, тут еще важно вот что отметить. Даже если вы пустили срок посадки, в июне можно даже посадить, а не в мае. И если при таком методе, ведь у всех кусты уже поникнут, завянут, и картошку надо собирать, если она, конечно, вообще завязалась, уродилась, то у вас будут мощные зеленые стволы такие стоять, кусты, и, так сказать, чуть ли не в сентябре, и позже даже. Потому что тепло идет от перерабатыванной, разлагаемой вот этой органики, да, выделяется эта энергия, тепло, которое, собственно, растение как бы как тепловая лобушка. То есть, соответственно, корням тепло, и даже если уже идет на убыль солнца, все равно компенсирует недостаток освещения, вот питание через почву. Ведь у нас два типа питания, они все важные. Это через почву, вода с минералами, растворенные в воде, и через энергию солнца, то есть процесс фотосинтеза. Оба эти процесса крайне важны. Если они оба совпадают, это колоссальный темп роста, большое количество плодов, великолепных вкусовых характеристик. Ну, а если один в недостатке, ну, второй в избытке, это все-таки некая компенсация и тоже прекрасный рост и урожай. Поэтому вот я рассказал такой простой метод, при котором не надо будет ни с тяпкой ходить, с мотыгой, ни чем заниматься. Да, так можно, один человек сможет огромное количество посадить. Да и в сети есть такие ролики, вы видели, и Курдюма, вы, наверное, смотрели. Ну, собственно, просто есть различные... Ведь, знаете, когда вот, например, во время Великой Отечественной войны картошку, ну, голод был, конечно, съедали все, но вот очистки почки сохраняли, и даже из почек можно прорастить, и причем вырастала прекрасная картошка. То есть и такие методики есть. Это все, в принципе, мы вообще вот этой всей агрономии, этой биологии разных культур будем касаться потом по отдельности. Просто невозможно в рамках небольшого, пусть даже несколько часового выступления, сказать обо всем. А я, видите, стараюсь говорить с одной стороны быстро, с другой стороны понятно и доступным языком, не усложняясь в терминах биологических. Тем не менее, приводя все на практику, понятную и доступную каждому человеку, огороднику. А я еще раз повторюсь, я сторонник натурального, органического земледелия без применения химии, без применения сложных методов обработки, посадки и так далее. Так что будем с вами на связи. Обязательно до новых встреч. Всего вам самого лучшего.